Как выяснилось, в Мариуполе очень многие убеждены, вегетарианская диета полезна для здоровья. Правда, не все ее строго придерживаются. А что будет с человеком, если он не будет есть мясо, с вашей точки зрения? Да, собственно говоря, ничего не будет. Будет стройнее, красивее и лучше. У меня мама сама вегетарианка, поэтому как-то ей нормально живется, прекрасно себя чувствует. От него ноги мерзнут и быстро стареешь. От мяса? Конечно. Ты не итальянец? Я нет. Ну как, мужик может не есть мясо? Мое мнение, что в меру все хорошо. То есть мясо, я считаю, что мне нравится, например, телятина. Кроме вкусовых предпочтений, сторонники мясоедения часто приводят в довод, что мясо – источник незаменимых аминокислот, которые человек по тем или иным причинам не может получить из растительной пищи. Очень у многих людей ослаблен иммунитет. И не всегда те качества вегетарианской пищи соответствуют тому набору ингредиентов, которые наш организм должен получать в течение всего дня. Миф о том, что мясо – источник незаменимых аминокислот, был развеян еще в прошлом веке. Это доказал академик Александр Уголев, который открыл пристеночное мембранное пищеварение. Именно он доказал о несостоятельности мифа о содержании незаменимых кислот в животных белках. На самом деле незаменимые аминокислоты мы получаем и в растительных белках. И он приводит такой пример. Если мы, люди, берем незаменимые аминокислоты из белка животных – ковядины, свинины, баранины – то откуда эти животные берут? Такой простой вопрос. Они, естественно, берут его из растительной среды. В толстом кишечнике вегетарианца обитает нормальная сапрофитная микрофлора. Если она в порядке, конечно же, если нет дисбиоза, дисбактериоза, то эта алхимическая лаборатория, толстый кишечник, способна выработать любые недостающие микроэлементы, недостающие аминокислоты, и проблем с этим не возникает. Если же вегетарианец еще лакта, то в животных белках из продуктов коровы присутствует большинство этих незаменимых аминокислот. Врачи говорят, человек, употребляющий мясо, вместе с полезными аминокислотами из животного белка, получает целый ряд побочных эффектов. Среди которых сильное закисление крови, предрасположенность к онкологии и сердечно-сосудистым катастрофам, и образование в тонком кишечнике огромного количества химических, так называемых, боевых отравляющих веществ, скотол, индол и так далее. Любой врач, занимающийся практической медициной, знает так называемые малые признаки онкологии у человека. Один из первых признаков – человек отказывается от мяса. Он говорит, знаете, я похудел за последний месяц, полтора, на 10-15 килограмм. И, знаете, у меня появилось какое-то отращение к мясу. То есть, таким образом, организм сам подсказывает то, что ему не надо. Он сам толкает нас, подталкивает тем продуктам, которые могут дать нам выздоровление, и отворачивает от продуктов, которые могут принести нам вред. Еще один аспект проблемы мясоедения – эмоциональный. Употребляя мясо убитых животных, человек вместе с ним поглощает так называемый гормон страха. Ведь животное, которое идет на убой, испытывает неподдельный ужас. В результате эти гормоны попадают в кровь человека, приводя его организм в состояние стресса. То есть, базальный уровень адреналина у мясоеда повышен. И, в соответствии с этим, механизмы старения работают гораздо быстрее. То есть, биологические часы, малые и большие, они разворачиваются быстрее, и, соответственно, это укорачивает жизнь. В пользу того, что человек не должен есть мясо, говорит и его анатомическое отличие от хищников. Но также человек отличается и от травоядных. Академик Уголев ввел такое понятие – видовая пища. Сырое мясо вызывает естественное слюноотделение у хищников. А человек вряд ли испытает прилив аппетита, глядя на свежеразделанную тушу. Но также мы остаемся безразличны и к пище, которую с охотой и без всякой обработки поедают травоядные. Вывод напрашивается сам собой. Мы не травоядные, мы плодоядные. И наша видовая пища – это плоды. Это фрукты, это орехи, это зерновые. Но если нам показать яблоко, банан, апельсин, ягоды какие-то, у нас сразу возникнет желание это скушать. И причем для этого не нужна специальная обработка. Знатоки аюрведы рекомендуют, чтобы жить долго и не болеть, нужно обязательно очистить свой рацион от мяса, рыбы и яиц и отдать предпочтение фруктам, овощам, орехам, злакам, молочным продуктам и меду. Тем более, что ведическая традиция имеет в запасе не одну тысячу вкусных и питательных вегетарианских блюд. Александр Бузулук, Михаил Ребристый. Программа «События недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова